Привет, друзья! По вашим многочисленным просьбам я собрался и сделал вторую подборку с разбором фитнес-идиосизма, который очень часто встречается на ютубе. Что еще более печально, такие ролики собирают сотни тысяч и миллионы просмотров, тем самым вводя огромное количество людей в заблуждение. Приготовьтесь, будет воспринимать тяжело, потому что 5 видео с отборнейшей ересью для вас сегодня от меня. И поскольку мы будем говорить не только про фитнес, будет также затронута тема питания, то я просто обязан порекомендовать вам послушать лекцию ЗОЖ или ЛОЖ, ссылка на нее будет в описании. В ней всего за час вы получите ответы на все главные вопросы, которые у вас могут возникнуть по теме питания. И вместо того, чтобы слушать каких-то недофитнес-диетологов с ютуба, посмотрите, что говорит настоящий биохимик. Очень рекомендую, сам неоднократно уже смотрел и пересматриваю некоторые моменты, так что идите, смотрите, возвращайтесь, и мы будем смотреть лютую дичь. Друзья-коллеги, в школе вас учили разминаться неправильно. Сильное заявление. И хотя я поддерживаю идею о том, что уровень преподавания физкультуры и уровень образованности учителей физкультуры в школах находится ниже плинтуса, тем не менее я категорически против использовать терминов правильно и неправильно при рассмотрении упражнений. Как я уже неоднократно говорил, упражнения могут быть эффективными или неэффективными, и безопасными или небезопасными. Но никак не правильными и неправильными, если мы говорим о упражнениях, которые вы делаете для своего здоровья. Ой, ну это разрушает вам все. Одновременно и повороты, и наклоны это вредно и опасно для суставов, которые не готовы к этому движению. Во-первых, я не увидел здесь одновременно наклонов и поворотов. Я увидел только наклон. Во-вторых, я не знал существования каких-то особых курсов для ваших суставов, по прохождению которых можно говорить о том, что суставы готовы к нагрузке. Ну и в-третьих, мне кажется, что его претензия в большей степени относится непосредственно к технике выполнения упражнения, а не к самому упражнению. С тем же успехом можно показать человека, который делает киппинги и сказать, что подтягивание это очень опасное упражнение. Или показать человека, который делает криво подъемы корпуса, скручивание на пресс и сказать, что вот это упражнение опасное. На самом же деле нет, ничего опасного в упражнении нет. Вот это вот движение, оно прекрасно растягивает, но при этом травмирует плечевой сустав и ведет к проблемам по легке. Во-первых, что вообще значит растягивать сустав? Что он имел под этим в виду? Я уже делал видео, в котором объяснял, что никаких суставов не существует, и поэтому, когда он их растягивает, мне очень интересно, что же там на самом деле происходит. Во-вторых, да, к сожалению, в школах на уроках физкультуры мало того, что физкультурники сами очень плохо владеют предметами и очень плохо объясняют его детям, так еще и дети сами не то чтобы слишком заинтересованы в том, чтобы понять, что происходит, что нужно делать и для чего главное нужно делать. Поэтому происходит ситуация, в которой у нас возникает в каждой школе такой, в каждом классе отдельный мини-карго-культ, в котором люди чего-то делают, думают, что это что-то нужно делать, но при этом совершенно не понимают, для чего они делать, зачем. Во время Второй мировой войны на островах Тихого океана были военные базы США. Туда доставляли оружие, припасы, одежду, лекарства. Часть этих вещей доставалась местным жителям, аборигенам. Когда война окончилась, базы были заброшены, а дары с неба перестали поступать. Островитяне помнили, что перед прибытием груза радист на земле что-то говорил в наушнике, а военные на взлетной полосе размахивали флажками. Аборигены, не понимая сути происходящего, решили, что копируя манеры и постройки чужаков, смогут вернуть самолеты с дарами. Они размечали взлетно-посадочные полосы, строили копии самолетов из соломы, делали наушники из кокосов и верили, если надеть наушники и помахать руками на летном поле, случится чудо, самолет снова прилетит. Это каргокульт. Имитация чего-либо без понимания причинно-следственных связей, в надежде получить результат, схожий с объектом копирования. Единственное, что спасает школьников от огромнейшего количества травм, которые они могут получить на физкультуре, это их молодость, потому что детишки, они практически бессмертные, да, и поэтому, когда ты молод, тебе все по плечу. Но чем старше ты становишься, тем больше нужно включать голову и думать, что ты делаешь. Ну и в-третьих, я вообще не понимаю, как это движение может помешать работе легких или нанести им какой-либо вред. Если у вас есть варианты, пишите о них в комментариях, я прочитаю и обязательно узнаю для тебя что-нибудь новое. А может быть, вы тоже считаете это полнейшей глупостью. Вот это упражнение вообще катастрофическое для поясницы. Если вам не 10 лет, не делайте это упражнение, потому что грыжи, протрузии, прямо радостно веселятся, потому что у них будущее. Также обратите внимание, что это упражнение вредно и опасно для колен. Одно колено поворачивается, второе нет, и то, которое не поворачивается, скоро травмируется. И снова мы видим не упражнение, а его бессмысленную и, может быть, даже травмоопасную породию. Конечно, возможно, они специально изменили движение для усиливания эффекта, но в реальности не должны поворачиваться ни колени, ни таз. И таким образом их претензии относятся не к упражнению, к тому, как оно задумывалось, как оно должно было исполняться, а именно к конкретной технике исполнения конкретного человека. Если он исправит ошибки, а это именно ошибки в процессе выполнения этого упражнения, то он не только ничего не потеряет, но и приобретет огромную пользу от выполнения этого движения. Вот это вообще ужасное упражнение для поясницы. Грыжи обеспечены и, главное, никакого шанса растянуть заднюю поверхность бедра. Вообще-то, это отличное упражнение для растягивания задней поверхности бедра. И именно за счет расслабления мышц которых вы сможете коснуться руками пола. Проблема в том, что в школе физкультурники это не объясняют. Они вообще мало что говорят по биомеханику и физиологию. И поэтому большинство людей, которые продолжают делать это упражнение после школы, и даже те, кто делает его в школе, делают его неэффективно. С точки зрения именно упражнения, направленного на растягивание задней поверхности бедра. Более того, из-за того, что они создают вот этот горб, они также могут еще получить проблемы с позвоночником. Но это, опять же, связано не с упражнением, которое действительно отличное, а с тем, как они его делают. И еще раз, нужно отличать одно от другого. Упражнение и технику, которая сформирована, у которого есть, у этого паттерна движения, у которого есть своя задача, и при выполнении которого вы эту задачу решаете. И затем то, как люди это делают. А люди далеко не всегда делают то, что нужно делать. Особенно тогда, когда они учатся по роликам в интернете, или когда слушают своего физкультурника в школе. Еще раз, ребята, я... Да нет, действительно, я не очень люблю учителей физкультуры. И в большинстве случаев считаю, что лучше было бы просто ребятам дать мяч погонять, или в какие-то игры активные поиграть, вместо того, чтобы учить их физкультуре так, как это сейчас делается. Потому что в большинстве случаев 79% преподавателей физкультуры – это откровенно бездарность. Это какие-то, может быть, прошлые спортсмены, или выпускники каких-то спортивных вузов, которые ничего в жизни не умеют, башка у них особо не варит, и вот они пошли в школу учить, учить, с очень большой натяжкой, я могу применить это слово, детей. Да, я действительно недолюбливаю ни физкультурников, ни уроки физкультуры. Это пустая трата времени в том формате, в котором это сейчас проводится. Серьезно. Да, да, детям нужно двигаться, да. В этом плане все правильно, но, 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 это все делается крайне эффективно. О, а вот это вот колени, опять же, колени и поясница, и, главное, риски того, что может случиться инфаркт и инсульт без заподготовки. Хоррес, Николай, не хватит уже. Инфаркт и инсульт от пары приседаний? Серьезно, в каком мире мы живем, что этот человек предупреждает людей о том, что они могут заработать инфаркт, выполнив несколько приседаний? Ну, а что касается идеи о том, что колени не должны заходить за носки, то этот человек, так же, как и огромное количество фитнес-тренеров, фитнес-блогеров, кого угодно, живет в плену заблуждения, основанного на работе 1976, если я не ошибаюсь, года в университете Дюка. Откуда и растут корни этой идеи о том, что колени не должны выходить за носки? В действительности же впоследствии оно было опровергнуто, было доказано, что это не только может происходить, но это также и полезно для здоровья ваших коленных суставов. Более того, каждый раз, когда вы спускаетесь по лестнице, обратите внимание, что происходит с вашими ногами. У вас постоянно колени заходят за носки под нагрузкой. Так и должно быть. Это говорит о том, что у вас здоровый организм. Если вы можете это сделать, хватит. Тиражировать устаревшую фитнес-ерунду и засорять людям голову всякой бесполезной чепухой, типа вот этой. Ну а это у нас только первый ролик, и впереди будет еще веселее. Это приводит к смерти после 40. Когда организм пересекает черту середины жизни, это в 40-45 лет, происходят три вещи. Я не хочу сильно расстраивать этого мужика, но средняя продолжительность жизни в России лет тогда на 10 меньше, чем он говорит. И это можно видеть из открытых данных Росстата. А не выдумывать какие-то цифры из головы. Первое. Снижается объем мышц в организме. И количество мышц в организме действительно начинает с возрастом снижаться. Причем не после 40, а после 30. Именно в период времени с 30 до 40 лет вы можете потерять от 3 до 8% мышечной массы, если не будете ничего с этим делать. Ну а надеюсь, раз вы смотрите этот канал, то вы решили привести себя в форму, регулярно тренируетесь, следите за питанием, и не только можете не потерять свою мышечную массу, но и наоборот приобрести новые мускулы. Второе. Снижается гибкость связок и мышц. Стоп, стоп, стоп. Что за чушь он сейчас несет? Какая еще к черту гибкость связок и мышц? Связки могут быть эластичными и неэластичными. А гибкость – это свойство организма в целом, и оно обеспечивается способностью вашего организма к расслаблению мышц. Есть большое интересное исследование, в котором посмотрели на людей и увидели, что они начинают терять гибкость и подвижность уже после 30 лет, а вовсе не после 45. Но в разных суставах организма это происходит по-разному и во многом будет зависеть от вашего индивидуального образа жизни и от того, что вы в своей жизни делаете или наоборот не делаете. Третье. Слабеет дыхательная и сердечная система. Здесь просто да, и именно поэтому проблемы сердечно-сосудистой системы являются одной из ключевых причин смерти среди пожилых людей. И чтобы увеличить качество и продолжительность жизни, нам нужно увеличить объем мышц, занимаясь тяжелой атлетикой, ну, грубо говоря, качалкой. Второе. Заниматься растяжкой, растягивать мышцы, увеличивать их гибкость. И третье. Тренировать дыхательную и сердечную системы, занимаясь кардиотренировкой. А вот этот совет соответствует действительности. Да, силовые тренировки позволят вам прожить дольше. Что касается растяжки, то она влияет не столько на продолжительность жизни, сколько на качество этой самой жизни. Ну, а про пользу кардио все и так знают. Наверное, не стоит об этом сейчас говорить. Что по итогу? Выводы верные, и это удивительно, потому что само обоснование было высосано из пальца. Здесь достаточно обычно здравого смысла в духе, что лучше быть здоровым и молодым, чем старым и больным. Ну, а кому интересно, основные причины смерти после 40 лет представлены вот здесь на картинке. После просмотра этого шортса термодинамика такая. Я что, для вас какая-то шутка? Минус 2 килограмма за ночь благодаря употреблению двух обычных яиц, пускай даже отборной категории, которые будут в сумме весить всего 130-150 грамм. Чтобы вы понимали, в 100 граммах обычного яйца содержится всего 150 килокалорий. Таким образом, по логике Дарри, на переваривание яиц уйдет в 57 раз больше энергии, чем оно способно дать организму. И я просто не знаю, как комментировать этот идиотизм. 17 лет назад я загадал желание, и как ни странно, оно сбылось. Теперь у меня черная дыра в животе. То есть, именно вот, кстати, после просмотра этого шорта, я решил сделать вторую подборку с разбором фитнес-эдиотизма, потому что это настолько невероятно глупо, что ни один человек с дипломом о среднем образовании, который изучал физику в школе, не может просто, не то чтобы поверить в это, у него не должен язык поворачиваться, нести такую чушь. А тем более, это вот Дарья, у которой там сотни тысяч просмотров, она нарядилась в какой-то белый псевдохалат, и говорит, что она вообще улучшится на медик, или она медик. Тем самым, пытаясь завоевать доверие аудитории, да, все помнят. Все помнят об эффекте эксперта, когда человек в умных очках и в халате вызывает больше доверия, чем вот парень в обычной футболке, хотя по объему знаний они могут очень сильно отличаться, и вот этот псевдоэксперт несет дичайшую чушь в данном случае. Хотя я вовсе не удивлюсь, что она действительно учится на медика, потому что я крайне низкого мнения о российском уровне образования. Если вообще оно есть, если вообще оно осталось, это вот днище какое-то просто, если оно выпускает таких специалистов, если вы думаете, что Дарья это исключение, вовсе нет. Просто далеко не все из них доходят до Ютуба для того, чтобы поделиться своим идиотизмом со всеми нами, чтобы мы это смотрели и ужасались. И это, это отвратительно. Что вообще касается продуктов с отрицательной калорийностью, то это типичный желтушничайший заголовок, которым пользуются СМИ для того, чтобы привлечь внимание. Если вдруг ваш любимый фитнес-блогер начал вам рассказывать о том, что появились новые чудо-продукты или биодобавки с отрицательной калорийностью, то вы знаете, что он несет лютую дичь. Вот здесь есть отличные исследования на тему различных продуктов и их влияния на организм. Именно с точки зрения, существуют ли продукты с отрицательной калорийностью, рекомендую с ним ознакомиться и закрыть для себя этот вопрос. Также очень рекомендую вспомнить школьные уроки по физике, в частности, радиал термодинамика, для того, чтобы на более фундаментальном уровне понимать, как все происходит и почему вот это, то, что говорит Дарья и ей подобные, лютая дичь, которая невозможна в нашей вселенной. Как ускорить метаболизм и лимфоток с помощью всего одного упражнения? То есть никаких строгих диет, бега или фитнес-клубов. Все гениальное просто. Еще один ускоритель метаболизма. Нет, я серьезно. Видимо, где-то существует генератор или, я не знаю, институт, который выпускает вот этих всех ускорителей, которые что только не делают, чтобы ускорить метаболизм. И неуважаемый Олег, если вдруг вы увидите этот ролик, пожалуйста, покажите мне вот на этой схеме метаболизма человека, что именно будет ускоряться от всей этой вашей кипучей деятельности. Мне очень хотелось бы узнать, как это происходит. Не общие слова о том, что метаболизм ускорится. Нет, я хочу конкретно понять механизм. Если вдруг вы в этом разобрались, а раз вы говорите, что метаболизм ускоряется, то вы, очевидно, понимаете, как это происходит. Пожалуйста, расскажите нам. Шаг за шагом. Будет очень интересно узнать. Спорим, что мы не увидим от него видеоответки с подробным объяснением. Да более того, я уверен, что Олег этот никогда в жизни не видел этой схемы с демонстрацией метаболизма человека. Он просто использует умное слово для того, чтобы привлечь аудиторию, которая хочет похудеть. И что-то краем уха где-то слышала про метаболизм. Как меня все это достало. Интернет дал огромному количеству абсолютно безграмотных людей доступ к умам других безграмотных людей, которые готовы их слушать. И это печально. В то время как действительно полезные научные ролики собирают гораздо меньше просмотров, чем вот это лабудень про разгон метаболизма. Это упражнение, во-первых, позволит избавиться от лишнего веса, который копится с возрастом. То есть сжечь жир, выгнать отеки. Также улучшится лимфодренаж, чтобы организм очистился от токсинов, от лишней воды, от плохих клеток и многое другое. Во-вторых, улучшится самочувствие и здоровье. То есть наладится кровообращение по всему телу и нормализуется давление. Упражнение уникальное, потому что оно очень простое. Его можно делать в любом возрасте, с любым лишним весом и любыми проблемами с суставами. Но его нужно делать чем чаще, тем лучше в течение дня. Хотя бы 10-15 подходов. Ого! Это что за заявление такое? Интересно, а после выполнения этого упражнения я научусь левитировать, может быть, или бросать фаерболы, как в Стритфайтере? Радиоактивные люди. Просто хотелось бы получить такую возможность. Что это вообще может быть за упражнение с настолько потрясающим эффектом, что его, наверное, стоит с завтрашнего дня абсолютно везде начать внедрять, начиная от детских садов, школ, институтов и качая рабочими практиками на заводах. Потому что, представляете, какая экономия в масштабах страны будет в сфере здравоохранения, если выполняя всего лишь одно небольшое упражнение, можно добиться таких результатов. Называется упражнение «Мягкий интенсивный бег на месте». То есть мы становимся, немного сгибаем ноги в коленях и в локтях, и начинаем мягко, но интенсивно бежать на месте. То есть мы отрываем пятки ног, а носки всегда стоят. И чем быстрее мы двигаем ногами и руками, тем лучше. И так хотя бы 2-3 минуты без остановки работают проще все мышцы тела, улучшается кровообращение, метаболизм. И так нужно делать хотя бы 10-15 подходов в день. Я не знаю, как это комментировать. Пишите, пишите свои мнения в комментариях. Мне очень интересно узнать, как вам вот это вот. Я, честно говоря, думал, что в сегодняшней подборке ролик с Дарьей будет самым дном. Но Олег постучал снизу и сказал «Подождите, подождите, у меня для вас есть упражнение». А мы двигаемся дальше. Сколько нужно висеть на турнике, чтобы увеличить рост? Сколько ты не виси на турнике, рост твой не увеличится. Этот параметр задается генетически. А упражнениями ты ничего изменить не можешь. Стоит сказать то, что рост на турнике увеличить как бы прямо нельзя. Что значит «как бы прямо»? Ну, если мы будем соблюдать именно правильную осанку, то есть будем избавляться от различных кифозов, лордозов. Кифозы и лордозы в человеческом организме в позвоночнике носят естественный характер. И избавление от них ни к чему другому, кроме как проблем с позвоночником, не приведет. Естественные изгибы есть. Вот здесь на картинке я помещу, как выглядит человеческий позвоночник. То возможно, что наш рост увеличится примерно на 3-5 сантиметров в течение двух месяцев. Но только если ваш текущий уровень где-то близок к горбуну из Нотр-Дама, если вы вот так вот скрючившись ходите, то начав заниматься на перекладе, на турнике, распрямившись, все-таки занятия на... Да и не только на турнике, в принципе, занятия спортом, они положительно сказываются обычно, обычно, на осанке, если не перегружать. И в отличие от состояния, когда вы за компом сидите вот так вот скрючившись, если вы начнете тренироваться, распрямитесь, то да, видите, у меня даже на видео, видно вот чуть-чуть, рост увеличиваю. Рост, да, но это не рост. Рост у меня как был, то есть длина позвоночника, да, длина организма, она какой была, такой и осталась. Нельзя вытянуться вниз просто от того, что вы будете каждый день висеть на перекладе. Нет. Но будем считать, что ваш рост это потенциал, который у вас есть. А вот используете вы свой потенциал на полную или нет, это уже зависит от вас. И действительно, если вы начнете тренироваться, станете более вот так вот ходить, то отметочка будет на сантиметре к другой повыше. 5 сантиметров, это я не знаю, как надо быть сейчас скрюченным для того, чтобы на 5 сантиметров вырасти. Но 1-2 сантиметра прибавить за счет осанки, это действительно возможно. Но турник к этому имеет очень опосредовательное отношение, потому что с тем же успехом можно висеть на турнике и ничего не изменится. Нужно делать упражнения, нужно делать более сильными мышцы позвоночника, нужно смотреть, чтобы все было сбалансировано, и тогда да, тогда это будет работать. Этот ролик оказался в сегодняшней подборке, потому что парень обещает плюс 5 сантиметров за 2 месяца просто от висения на турнике. Это глупость. Что необходимо будет делать, это серия подходов не менее 20, и висеть мы должны будем не более 50-60% от собственного максимума. То есть, если вы висите 3 минуты, вам нужно висеть 1,5 минуты. 20 подходов по 1,5 минуты, это получается где-то, сколько, полчаса времени? Полчаса каждый день висеть? Если вдруг вы решите последовательность этому совета, то я рекомендую приобрести в магазине workoutshop.ru перчатки для занятий на турниках, потому что у них внутри есть мягкие подушечки, которые защитят ваши ладошки от образования мозолей, которые неизбежно будут образовываться, если вы будете каждый день по полчаса просто висеть. Можете мне поверить, так что переходите по ссылке прямо сейчас и заказывайте. Даже если вы не планируете висеть по полчаса в день, а просто планируете начать заниматься на турниках и брусьях более-менее серьезно, и вам не хочется сдирать потом мозольки с рук, тоже рекомендую заказать. Ну и по традиции в конце этой рубрики... Рубрики, рубрики, рубрики можно донатить. Ну и по традиции в конце этой рубрики я буду делать разбор на видео Юрия Спасококотского, который, конечно же, бесконечно далек от героев сегодняшних роликов, но тоже время от времени делится какой-нибудь ерундой. Три страшные ошибки тренировки бицепса, которые могут уменьшить рост бицепса в десятки или даже сотни раз. В сотни раз? Вот, прямо в сотни раз? Что это за мания такая у фитнес-блогеров придумывать цифры из головы, и главное, чтобы они звучали как можно получше? Почему они настолько оторваны от реальной математики? В чем проблема? Они же вроде считают подходы, повторения, у них не должно быть с этим проблем. Что не так? Разведение локтей в стороны. Когда ты разводишь локти в стороны, это очень сильно уменьшает тренировку бицепса. Что значит уменьшать тренировку бицепса? Как можно вообще уменьшить тренировку? Если он имеет в виду, что не получится использовать такие же большие веса, то здесь ограничительно в первую очередь будет являться неудобное положение рук и неудобный хват, а вовсе не бицепс. А так рост будет максимальным? Нет, не будет. Потому что сгибания на бицепс, супинации в конце движения будут создавать дополнительную нагрузку для этой мышцы, потому что ее функция заключается не только в сгибании руки в локте, но также и в супинации предплечья. Многоповторка. Чем больше повторений, тем меньше рост мышц. Что? Почему? В своем видео про митохондрия миофибрилы, сколько нужно делать повторений, я уже подробно и со ссылками на научные исследования объяснял, что это не так. Упражнение 21. Дает сильный памп, но не дает роста. Может быть, я открою Юрию большой секрет, но рост мышц дает вовсе не упражнение. Ты можешь делать подъем на бицепс ложки и 5 подходов по 20 повторений, и это не даст тебе никакого роста. А можешь делать подъем штанги или гантелей весом 40 килограмм, 50 килограмм. И если это будет стрессом для твоих мышц, то рост будет. Одно и то же упражнение, только в одном случае нет стресса и нет роста, а в другом случае, если есть стрессы и соблюдение еще ряда других параметров, которые обеспечат рост мышц, рост будет. К слову, это уже было 3 ошибки, и сейчас будет 4. Но вы же помните, что у Юрия все не очень хорошо с математикой. Слишком медленное выполнение. Работаем медленно, и механическое напряжение меньше, рост бицепса меньше. С чего он вообще взял, что механическое напряжение будет меньше? Существует по меньшей мере два способа создать условия высокого механического напряжения для мышц. Первый способ – это использовать большие веса 60-90% от максимума, и тогда действительно при выполнении медленных повторений вы сможете сделать меньше повторений или взять меньшую нагрузку, чем если бы двигали вес быстрее. Но второй способ создать условия высокого механического напряжения – это выполнять упражнения до отказа, до полного отказа мышцы. И в этом случае, вне зависимости от того, делать их быстрее или медленнее, механическое напряжение все равно будет создаваться. И поэтому совершенно непонятно, почему медленные повторения в отказ будут давать меньший рост для бицепса, чем другой вариант тренировки. И это я уже не говорю о большом количестве других факторов, которые также будут влиять на ваш мышечный рост, и которые оказываются абсолютно за грани восприятия Юрия в данный момент. Пока я тренировался с этими ошибками, мой бицепс был 28 см, сейчас 45 см. А как же химия? Почему Юрий так скромно умалчивает о роли различных препаратов в росте его бицепса? Какая-то недосказанность чувствуется. Я вот замечаю, прям у многих атлетов она есть, когда они скромно умалчивают о роли химии в получении той формы и того результата, который они получили. Вот такие вот ролики мы с вами разобрали сегодня, но наша борьба с мракобесием и лженаучностью только начинает набирать обороты. Если вы хотите поддержать нас в этой борьбе, переходите на сайт Boosty и оформляйте спонсорскую поддержку всего от 200 рублей в месяц. Чем будет нас больше, чем будут больше наши финансовые возможности, тем до большего количества людей мы сможем достучаться, и тем активнее мы сможем противостоять всей той ерунде, которую из себя представляет текущая фитнес-индустрия. С вами был Антон, канал Street Workout, и увидимся в следующих роликах или на уличных площадках вашего города. Пока! I'll live inside you forever With Satan himself by my side And I know that now and forever I'll never be able to separate Jekyll from her Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»